Я в Житомире – это центральная Украина, а я в Лас-Вегасе – это не центральная Америка. Понятно. У нас красная зона по коронавирусу. Я на работе, кстати, езжу на работу. В маске? Не только в маске, но и в каске, да? Да, да. Мент останавливает. Говорит, почему вы без маски? Я, скажу, один в кабине. Слушай, ну, блин. Я вообще поражаюсь, конечно, вот этой ерунде, которая происходит. У нас тоже дурняк полнейший. Правда, сейчас что-то стали все открывать резко почему-то. Типа победили. Ну, у вас же там вакцинация идет. Ой, ой. Такой эйдот. Ну, она идет, кого-то там вакцинирует. Кто хочет там особенно. У нас военных медиков и силовиков добровольно-принудительно. Как в Советском Союзе. Это дело добровольное, но все должны проколоться. Все нормально. В Советском Союзе. В Советском Союзе, по-моему… Добровольно-принудительно. Может быть, да. Не знаю. Но что-то тут как-то… Последствий, по-моему, очень много ненормальных, как я вот вижу. Ну, конечно, на везде есть последствия. Для нормальной… Ну, я как ветеринар был бывший. Я вам скажу, что для нормального производства и запуска на рынок любой вакцины нужно от трех до пяти лет. Вот именно. Три года – это минимум. То есть, чтобы посмотреть, какие будут… При каких-то заболеваниях у человека есть проблемы с легкими, ему у кого ли. За ним следят. Как это подействует на человека. Колют при сердечно-сосудистом заболе. Смотрят, как подействует на такого. И он находится под постоянным наблюдением. Почему вакцина «Астразенек», которую хочет в Украине поставить Евросоюз, производитель потребовал от Украины отказаться от любых претензий по поводу, как сказать, побочных эффектов от применения данного препарата. Мне тяжело немножко на русском переводить. Не, ну, кстати, я в Америке вообще в последнее время здесь долго живу. Раньше как-то приходишь, заполняешь бумажки, чем болел, чем не болел. А сейчас везде собака подписывает, что если что, то я отказываюсь от любых претензий. Потому что раньше-то как-то можно было докторов судить или еще что-нибудь. А сейчас до беспредела. Они могут сказать просто «А, ничего не знаем, и идите нафиг». И ты берешь и идешь. Это вот я не шучу. Я в последнее время просто аж бесит все вот это вот то, что я здесь вижу. Но это, к сожалению, так. Ну, видите, беспредел приходит везде. Да, повсеместно, я так чувствую. Вовсеместно, да. Что у вас там с Россией за заваруха? Ну, заварухи с Россией нет. То есть Россия кричит, Украина будет атаковать. Донбасс, Украина не атакует, блин. А те кричат атаковать будет. Войска подвели блок. А эти не атакуют. И, блин, была проблема. Кто-то врет один. И вот два дня назад двухчасовой минометный обстрел одной позиции. Погибло четыре человека. Несколько еще раненых. Причем погиб подполковник. Ого. В ВСУ, да. Погиб подполковник ВСУ. Ну, вы видите, они попросили помочь. Звонили в штаб. Штаб, блин, там договорялся через эти... Как они... Там есть комиссии какие-то. При ООН там... Чтобы сказать тем не стреляйте. Это нехорошо. Но тех хрен забили, стреляли, этих убили. Там не могли забрать... Еще три часа не могли забрать тела с пулями. Обстреливались на терактах. Это все запрещено Минскими соглашениями. Ну, это все делали. Так вроде бы уже там что-то вроде бы не отказались. И через четыре часа только министр обороны Украины разрешил открыть ответный огонь. Два часа отстреляли. Два часа они уехали, снялись. И потом наш разрешил открыть огонь по пустому полю. Ну, это такое. Понятно. И как это... Я был в четырнадцатом. Первая волна. В смысле там были? Теперь отвели. Я сказал, я мишенью быть не буду. Написал и все. Ну, правильно. Ну, и как это все будет по-вашему решаться? Никак. То есть или Соединенные Штаты надавят на Россию так, что те не смогут уже дальше финансировать это все. Болото. И они просто уйдут. Если Россия уходит с Донбасса, Донбасс автоматически становится украинским. Там местные не воюют практически. То есть там очень мало тех, кто воюет. Сейчас еще принимают закон о клаборационизме. То есть еще часть уйдет тех, кто там воевал. Тех, кто там сидел в парламенте, министры, силовики, которые сотрудничали. А куда они уйдут? В России куда они уйдут? Куда они уйдут? Куда им еще можно уйдут? Так там что-то около миллиона человек. Ну, те, кто воевал. Те, кто, ну, кто сотрудничество... Получить паспорт Российской Федерации это не является преступлением. Но идти с этим паспортом баллотироваться, например, в депутаты местную власть там или... Это уже преступление. Это сотрудничество с врагом, с окупанием. То есть они этот закон принимают. С одной стороны, это правильно. Этих людей надо все равно убирать, потому что жить они никому не дадут нормально. Развиваться в стране они не будут давать. Они будут делать то, что будут говорить с Россией. То есть это самое... Как в революционные времена зачищать? Не, ну зачищать они сами уйдут. Ну, как... Ну, Грузия, вы знаете, что такое Грузия? Ну, конечно, знаю. Мы уехали в постсоветском Союзе оттуда, из Америки сам. Да, я давно здесь, да. Ну, вы жили в Советском Союзе. Да, в Советском Союзе. Даже служил в Советской армии. Ну, вот видите. Значит, вы где-то 69-68 года, да? Ну, пораньше, да. Да, ну, он такой. Вот. И смотрите, вот Грузия. Когда Саакашвили пришел к власти, на 4 миллиона, ну, грузинов, их страна 4 миллиона. Это чуть-чуть меньше, нежели в Киеве. Вот. На 4 миллиона грузинов официально зарегистрированы было 200 тысяч карманников. Кого? Вор в законе. Карманников, карманников. Ага. Вор в законе не контролировал город. Даже не улицу контролировал. Были такие случаи, что в одном доме, в каждом подъезде было по вору в законе, которые решали проблемы. Где? В Грузии? В Грузии, да. Так. И что? Я 20 лет дружу грузинами. Это информация с первых уст практически. Когда Саакашвили пришел к власти, он принял такой закон. Приходишь к вору и спрашиваешь, ты вор? Вор в законе по кодексу не может сказать, я не вор. Если он это сказал, он уже не вор, он отказался от погон. Его раскоронует. Он говорит, я вор. Я в Касповинной 5 лет. У них сейчас новая тема. Он имеет право ответить не в вашем мире. Ну, такое. Они двинулись в Грузию кто куда. Они в Украине появились, в России множество. У нас они как тараканы появились. Правда, здесь им пакировать особо не получилось. Я знал вор в законе, который работал сторожем. В Грузии. Ну, что? Спокойненько, тихо. Умер от туберкулеза в Украине. У него еще там собирали эти грузинские воры и туда отправляли на самолете. Понятно. Так что все решаемо. А праздник 9 мая вас отмечают? Отмечают. Но у нас не получается 8 мая, как вся Европа. Как вся Европа? Как вся Европа. Как вся Европа 8 мая отмечают этот праздник. Но он не так. То есть это у нас считается день скорби и памяти. День скорби и памяти за погибшими. За кто положил свою голову. Идут к могилам. Можут цветы. Кстати, памятник в очень хорошем состоянии. Нигде ничего не падает. Не убивает людей. Это очень. Можете открыть, посмотреть памятники. Даже в последних селах это все очень хорошо. Красят их. И ухажут. Здесь возмущались в Сан-Франциско, что у вас снесли памятник. Как он назывался? Дмитрию Мануиз... Ватутину. Это кто там освобождал этот самый Киев. Это одно. А здесь он же типа подписывал документы, когда в ООН входила Белоруссия еще и Украина. Белоруссия не входила. Поверьте мне. Советский Союз и Украина. И Белоруссия. Вот. Это была чисто такая мулька Сталина, чтобы, как говорится, было больше своих. И больше голосов. Но дело не в этом. Там вот этот самый памятник Дмитрию Мануильскому. У вас там тоже стащили. Так вот в Сан-Франциско даже была такая, как бы, кипиш такой. Типа как так? Восстановили его? Может, если ты... Тогда вряд ли. Если Синсу не восстановили. Нас были... А в чем логика-то? Вот в чем логика? Ну, бред же, блин. Ну, у нас... Или из серии... Это советский. Даже не будем разбираться, кто он и что он, блин. Да он же подписывал именно документы за Украину, блин. Как так? Как нам отбегались? Во-первых, Украина, если взять по большому счету, оккупированная была на тот момент страна. Но... Кем? Как? Российская Федерация. В 45-м году? Советская Россия. Почему в 45-м? Она была оккупирована еще в 20-м. В 19-м. В конце 19-м. Я говорю про 45-й год. Понимаете? 1945. Я же объясняю. С 20-го года Россия, Украина была под оккупацией. И что? И, значит, не надо было ее вообще тогда, получается... А что за оккупация такая, если строились, как говорится, атомные станции, судостроительные заводы, промышленность? Это же была самая развитая республика в Советском Союзе. Это что за оккупация? Ну, как-то, ну, бред какой-то. Ну, я не знаю. А кто владел этим всем? Что кто владел? Да, владел этим всем Советский Союз. Никогда не было приватизации. Коммунистическая партия, скажем так, если точнее. Не Советский Союз, а Коммунистическая партия. И что? Это все было национализировано, все было правильно, ну и что? Что такого-то? Как национализировано? Ну, оно же не было частным ничего. Забот Антонов, у вас частным не было? Первый секретарь всегда имел право голоса. Ну и что? А что не так-то? Снять директора, поставить директора. Он владел этим. А как по-другому должно было быть? Да мне все равно, как это должно было быть. На тот момент страна была оккупированная. Кем? Украина была под оккупацией. Советский Союз? Окупировал Советский Союз, что ли? В двадцатом году это была еще русско-советская Россия. Да причем за двадцатый год? Я вам говорю про сорок пятый. В сорок пятом году весь мир поделили, правильно? Ничего для Украины не изменилось. Как она была с двадцатого года оккупировала, так она осталась оккупировала. Да ладно. Но окончательная дележка мира произошла в сорок пятом году, а не в двадцатом. В сорок пятом году украинский народ был представлен на дележке? Нет. В ООН зато вошли в Украину. Вошли в Украину. Вошли в Украину. Вошли в Украину. Подождите. А как он должен был представлен на этой дележке? Ну правильно. Никак. Потому что она была оккупирована. В смысле? Так что? Надо было всем... Националистам, которые воевались до 54-55 года, никто в ООН не пустил. Вы вообще соображаете, что вы говорите? Это что надо было, получается, на подписание, как говорится, всех этих документов капитуляции притащить? Казаков, калмыков, чеченов, украинцев, белорусов, всех-всех-всех. Сталин, как говорится, Розберди, Черчилль все это решали. Вы же про ООН говорили. Вы же меня только что утверждали. Нет, но про ООН это когда я создал... Украина была представлена. Я же говорю, ребята, которые до 54-го года воевали против Советского Союза до 54-го. Причем они воевали с полноценными армиями, которые имели авиации, и так далее. До 54-го? До 54-го года, да. Это кто такой воевал до 54-го года? Против кого? УПА. Украинская полстанская армия воевала против Советского Союза. До 54-го года? До 54-го, да. Где они воевали? До 54-го года. На территории Украины. На территории Украины они воевали? Да, да. Да ладно. На территории Украины? Да. Возьмите. Последние... Они перестали воевать после подписания Хрущевым договора закона об амнистии. Когда Хрущев пришел в Пашке... Понятно. Тогда последние сдали, то есть сложили оружие, последние воевали. И какие вы можете назвать великие битвы УПА против Советского Союза в 50-е годы? Подробно. Подробно. Была битва с танками, с авиацией. Причем УПА победили. Да ладно. Они вышли с минимальной... Ну да. Еще знаете такое? Я вам еще одно скажу. Вы знали, что подробно была самая большая танковая битва во второй мировой войне? В 41-м году. В 41-м году. Знаю. Сколько было танков со стороны Советской России? Не помню сколько тысяч, но прилично. Танковая армия? Да. Сырлая. И чё? Причем были танки, которые невозможно было подбить. Немцы выиграли эту бой. Ну и что? Ну выиграли. Как? Как случилось? Ну выиграли. Немцы выиграли. И чё? Как случилось? Вот такая глупость случилась, да? И что? А кто руководил данным боем? Я не знаю, кто руководил данным боем. И что? Товарищ Жуков. Нет. В то время еще нет. Не-не-не-не-не. Потом он улетел на полете в Москву. Прекратите и ерунду-то говорить. А вот. Жуков появился уже в Москве, когда уже немцы под Москвой были. Ну вот. Я не говорю. Он руководил этой танковым боем. Ну понятно. Прикольно улетел. Прикольно улетел. Самолетов? И он приказывал, его приказ был с маршал бой. Почему проехали? Потому что танки шли с маршал бой. И не дали дали построить. Они как приходили с маршал, так и уходили в бой. Немцы поставили противотанковые орудия. И противотанковые орудия на каждое орудие настроили. Я так понимаю, вы немцам симпатизируете, да? Нет. Я немца никогда не симпатизирую. А почему? Потому что это нехорошо. Что это? Ну нехорошо убивать людей по большому счету. А УПА, которая убивала? Украинцев особенно. УПА воевала за независимость собственной страны. Они не напали на Российскую Федерацию. Не нападали. Нет. Они убивали украинцев, которые были, так скажем, хотя бы... Украинцев они убивали? Украинцев? Давайте сюда. Полицаи были? Вы меня спросили. Давайте я вам отвечу. Да. Где сейчас и тогда была самая большая поддержка УПА? Вы же отвечаете? Украине. Я вас спрашиваю. Вы же отвечаете? Отвечаю. Я вас спросил. Вы можете ответить на это? Где была наибольшая поддержка УПА? В каких областях Украины была самая большая поддержка УПА? Нет, не могу. Я в Дальнем Востоке. Ну и что? В западных областях была самая большая поддержка. Так. И что? В западных областях до сих пор ставят памятник Бандеры и ставят памятник Шухевичу, командиру. Ну. Подождите. Вы меня вот. Люди, которые жили вместе с Бандерой и Шухевичем, видели их, их поддерживали. Почему? Почему? Потому что они им верили. Ой, очень хорошо. А что? А вы знаете, сколько украинцев воевало за Красную Армию? Догадываетесь? Мой дед воевал. Один дед воевал за Красную Армию. А из вашего деда бы бандеровцы убили, то что было бы? Мой деда... А его никто не спрашивал. Его схватили и загнали в Красную Армию. А Ватутина кто, кстати, убил? Бандеровцы? Кого? Ватутина. Он убил и хер с ним. Ну вот видите, хер с ним. Он Киев освободил, а его бандеровцы убили. И я по-вашему должен признать их героями, что ли? Вы знаете, как он Киев освобождал? Да как он Киев? Как он по вашему особу? Секунду. Почитайте. А зачем мне это читать? Ну, почитайте. А зачем? Детей, которые не имели даже 16-ти лет... Вы мне еще скажите, посмотрите фильм про ГУЛАГ. 1,50 м призывали в армию. И слали на форсировку декра без оружия. Да ладно. Да, да. Есть сейчас у нас под Киевом раскопки идут. И находят эти детские трупы. Но! Одного даже нашли в руке с зажатой. Так как рука была, так камень остался по пальцам. Вот! Ну и что? И о чем это говорит? Нашли тело с зажатым камнем. И о чем это говорит? Утопил больше миллиона человек в Днепре. Хотя можно было подождать полмесяца. Больше миллиона. Когда на Днепре встал бы лед... А что не три-четыре, блин? Вот я не знаю, откуда вы это вообще берете? Какой, блин, бред! Свернув шоссе, кортеж Ватутина проезжал мимо пустых безжизненных футаров и деревень, когда вдруг раздались выстрелы. Горняков пишет, что возле села Милятин была бандеровская засада. Но вместо того, чтобы на скорости проскочить ее или развернуться, Ватухин дал команду в бою. И первым лег в солдатскую цепь.